Конец 19-го, начало 20-го века, это вообще такая эпоха просвещения в России. Очень много было сделано действительно достойного. Взяли, сносили все эти деревяшки почему-то. А Верхневолжская набережная, в том виде, в каком она есть, тоже были деревянные сарая стояли, тоже может быть памятниками были, да? Ну какая-то трансформация города, она все равно происходит. Вопрос в том, что надо четко определить, где эта трансформация может происходить, а где эта трансформация происходить не может. И при этом, делая препятствием для этой трансформации фальшивой монеты, это не очень правильно. Еще делая это таким вот подложенным образом, понимаете, 2-3 года назад, 5 лет назад, что они сейчас затаились опять? Чего они сейчас ждут? Опять где-то на какой-то стройке подловить людей? Ну все же прекрасно понимают, застройщики иногда, просто не хотя скандалу, с этими людьми рассчитываются к звонкой монеты. Депутаты научились дорожить своей репутацией. Они не хотят принимать решения. Могут быть спорные решения, как парк Кулибина. Понимаете, оно спорное. Но если бы мы на месте парка Кулибина строили торговый центр, оно было бы бесспорным, понимаете? А если протянуть ленточку сегодня, какая часть от парка отрезается, то мы увидим, что на самом деле мы жертвуем чем-то осмысленно во благо города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова